Коронавирус, похоже, не повод отменять праздники. Одесситы встречают новую сводку, ярко и с размахом. Блины вместо масок, а мед и варенье хорошо справились с ролью антисептика. Пока Одесса праздновала Масленицу на массовых гуляниях, волонтеры ведут неравную борьбу с недугом и его последствиями. Количество нуждающихся в так называемом домашнем концентраторе продолжает расти. А все потому, что врачам приходится выбирать, кого ложить в больницу, а кого отправить домой. Екатерина Нажевникова, глава благотворительного фонда корпорации «Монстров» рассказывает, что в медучреждениях практически исчезли реанимационные кровати. Тяжелым больным повезет только в том случае, если они попадут на кислородные койки. Люди вообще делают вид, что все абсолютно нормально. Я вчера посмотрела снимки, вчера был праздник, готовятся люди к посту, ни одной маски, не соблюдается дистанция. Основные пациенты 60 плюс, но сейчас очень много молодых. Вот у нас вчера появился пациент, 41 год, 80% повреждения легких, высочайшая температура, госпитализировать тоже не можем. Пожалуйста, люди, я просто обращаюсь и заклинаю, остановитесь. Ну, если мы сами себя не начнем спасать, ну, это все просто закончится катастрофой. Одесским волонтерам сейчас приходится не сладко. Ежедневно они получают десятки сообщений из разных больниц города. Медики, пациенты и их близкие просят о помощи. То, что происходит сейчас в больнице, это просто массовое истребление людей. У нас не работает или не налажена работа кислорода. В нашей больнице реанимация на 7 человек. Все, кто туда поступают, крайне тяжелые. Сейчас регулярно каждый день пропадает на 1-2 часа кислород. Вчера у нас похоронили очередных двух человек из-за этих перебоев. Сидеть там и слышать, как больные умоляют дать им кислород, держать их за руку и смотреть на муки и как они умирают, но при этом быть бессильным просто не в моготу. Морально это очень убивает. Выжигает в тебе все человеческое. Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру. По словам экспертов, из-за высоких темпов роста заболеваемости ковидом регион рискует попасть в красную зону карантина уже в конце этого месяца. Волонтеры продолжают ежедневно выдавать на руки концентраторы тяжелым больным и тем, кто нуждается в кислороде после выпуски. Получить кислородник можно, связавшись с волонтерами по номерам телефонов, которые вы видите на своем экране. Аппараты выдаются по показаниям. Для этого необходимо предъявить назначение врача. Я заказала еще концентраторы, но у нас каждый день из больниц выписывают пациентов. Сегодня еще одна история. Выписка пациента с одной из городских опорных больниц. Он на маске, сатурация 87. Это немыслимо, выписывать такого пациента. Немыслимо. Я настояла, чтобы родственники звонили на горячую линию и требовали, чтобы его оставили в стационаре. Но такого пациента хотели выписывать, чтобы освобождать места. Вчера произошла просто катастрофическая, на мой взгляд, ситуация. Женщина в конце февраля обратилась к семейному врачу. Заболела вся семья. Неделю без анализов, без консультаций, без ничего. Лечились дома. Через неделю забрали мужа. Через два дня сына 41 год. И еще через два дня сына 38 лет. И они все умерли. Все. То есть человек потерял за неделю всю семью. Просто потому, что он не смог найти помощь. Тяжелая ситуация с количеством пациентов, требующих подключения кислороду по всей стране, вынуждают волонтеров помогать людям из других областей. Домашние кислородники уже уехали в Николаевскую и Днепропитовскую область. Отказать не могут, но все свои силы направляют на поддержку нашего региона. Одесские маги воздуха прямо на наших глазах с самого утра выдали сразу несколько аппаратов. И самое элементарное, чем мы можем помочь им и окружающим себя людям, надеть маску хотя бы в местах массового скопления людей.